Как найти серьезного мужчину? Если ты не можешь найти мужчину, если ты не можешь встретить мужчину, если у тебя встречаются какие-то не те, не такие, не серьезные, не достойные, не сильные, не заинтересованные в отношениях, потому что ей очень нужны отношения, она прям как охотница, ищи его в церкви, ищи его даже в ночном клубе. Я считаю, наоборот, это классная новость для людей, которые впервые в жизни понимают, что со мной что-то не так. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях, основатель образовательной компании «Фаза роста». И в этом видео мы будем разбирать, как же найти того самого достойного, серьезного, желанного мужчину. Знаешь, скажу по опыту, часто я провожу разборы в своем инстаграм, онлайн-разборы в прямых эфирах, и каждый раз, когда я слышу этот вопрос, от какой-то девушки, и это может звучать от девушки, которая 20 лет, 25, 45, это может быть жительница Казахстана, Украины, России, или девушка, которая переехала, эмигрировала в другую, там куда-то в зарубежье. Что я вижу? Что этим девушкам не нужно искать мужчину. Если ты не можешь найти мужчину, если ты не можешь встретить мужчину, если тебе встречаются какие-то не те, не такие, не серьезные, не достойные, не сильные, не заинтересованные в отношениях, скорее всего, ты притягиваешь, но некое соответствие. И таким девушкам я даю простую рекомендацию. Если твоя цель – искать мужчину, ты проиграла. Еще раз я повторю, чтобы это, скажем так, усвоилась эта фраза. Если твоя цель – найти мужчину, неважно какого, ты проиграла. Потому что я считаю, что лучше, более правильная, эффективная, грамотная цель или намерение – это найти, ну, как бы это банально не звучало, найти себя, раскрыть в себе классную женщину. Цель самой – стать классной женщиной. Раскрыть себе тот потенциал, который в тебе заложен природой, Богом, высшими силами, не знаю, родителями, кем и чем угодно. Тот, который у тебя точно есть. Если ты поменяешь свой фокус на это, тогда в процессе, понимаешь, в этом пути тебе вот встречаться такие мужчины соответствующие. Тебе будет все больше и больше притягиваться классные мужчины. Но что происходит, когда женщина зациклена на том, чтобы найти мужчину? Зачастую таких женщин либо убегают, да, потому что ей очень нужны отношения, она прям как охотница. И мужчины как бы что-то это чувствуют и убегают. Да, то есть как-то разбегаются вокруг. Либо, опять же, она ищет, а они все не те. Это знаешь, все равно, что, вот представьте, у меня тупой топор. Я бью дерево, хочу срубить дерево, а оно не рубится. Думаю, да нет, плохое дерево, пойду следующее. Второе рублю, не рубится. И третье иду, в другой уже лес приезжаю, а оно не рубится. Я думаю, да что это за деревья пошли? А может быть, блин, топор тупой? Может быть, блин, в этом дело? Вот так же здесь, если все тебе деревья не те, может быть, со мной что-то не так? И пойми, мне нет цели тебя обидеть. Я считаю, наоборот, это классная новость для людей, которые впервые в жизни понимают, что со мной что-то не так, что неплохо было бы раскрыть свой потенциал, проработать себя. Тебя впереди ждет крутые изменения, классная жизнь, потому что это самое лучшее сознание, когда ты понимаешь, вот я была такая, стала такой, и как моя жизнь изменилась? Когда ты осознаешь, что рычаг по изменению фактов в твоей жизни, и в том числе в отношении мужчин к тебе, это и есть ты. Рычаг, который влияет на то, сколько денег и каким трудом, легким, сложным приходит в твою жизнь, рычаг это ты. Более подробно, больше про инструментарий, как же найти этого мужчину, как себя прорабатывать, что в себе менять, как раскрывать свой потенциал, мы это разбираем на бесплатном онлайн курсе, который называется «Мужчина. Честная инструкция». Прямо сейчас кликай под видео по ссылке и успей записаться бесплатно. Но тем не менее, конечно же, я озвучу, как же найти. Ну, есть разные подходы. Ну, для того, чтобы найти мужчину, неплохо было бы, в принципе, ходить на свидание. Для того, чтобы найти, если ты думаешь, «Да пошел ты, Ярослав, что ты рассказываешь мне от себя? Ты конкретнее скажи, как же найти его?» Окей. Наверное, нужно появляться, то есть нужно, наверное, задаться вопросом, «Я хочу какого мужчину?» Второй вопрос, «А где эти мужчины тусуются или потенциально могут тусоваться?» Если ты хочешь мужчину, айтишника, условно, ну, наверное, такие мужчины тусуются на конференциях. Вот те девушки, которые говорят мне, «Ярослав, а я хочу верующего мужчину?» И говорю, «Тогда, пожалуйста, ищи его в церкви, ищи его где-то, где собираются, где проводят время эти верующие мужчины». Креативненько. Вроде бы простые советы. Дальше. Ходи на свидание, не тупи, ходи, пожалуйста, на свидание. Следующий момент, не тупи, зарегистрируйся на сайте знакомств, например, на Тиндере. И я прекрасно понимаю, что на каждый мой совет сейчас вы мне приведете 10 причин, почему это фигня, и все не работает. Ну, окей. Ну, пойми, у меня нет цели тебя в чем-то переубеждать. Если ты считаешь, что жизнь сложная, окей, пускай. Я не считаю, что жизнь сложная. Если ты считаешь, что мужчина это плохо, окей, считай так. Не подумай, что я борюсь с тобой, чтобы тебя в чем-то переубедить. Я больше для тех, кто открытый, для тех, кто открытый к большему и готовый меняться, готовый пересматривать свои убеждения и так далее. Но знаешь, еще раз ключевое, вообще плевать где. Потому что, например, если мы возьмем Москву, достойный мужчина может встретиться и в метро. Если мы возьмем даже любой город, достойный мужчина может встретиться даже в ночном клубе. Мужчина, который пришел к другу на день рождения и впервые за 5 лет в клубе будучи, да, везде. Вопрос в том, какой я. Вопрос в том, какая ты. Какому уровню мужчин, уровню материальному и нематериальному уровню, то есть его там самооценка, убеждение, отношение к женщине. Какому уровню мужчин соответствуешь ты? И я убежден в том, что мы притягиваем в жизнь ровно то, чему мы соответствуем. И это круто. Потому что тогда понятно, что нужно менять себя. В принципе, мне кажется, что ничего в жизни невозможно изменить, кроме никого, кроме самого себя. И когда меняемся мы, меняется и окружение. Все может зависеть только от тебя. и помни, я в тебя верю, я точно знаю, что у тебя получится, я точно знаю, что в тебе есть таланты, твои особенности, которые неповторимые. При этом я очень хочу, чтобы ты работала над тем, чтобы все больше это приумножалось тебе, чтобы все больше это в тебе расцветало. Я тебе гарантирую, твоя жизнь будет меняться, меняться, меняться в лучшую, в лучшую, прекраснейшую сторону. Ты все можешь и у тебя все получится. Мне кажется, это успех. Прямо сейчас кликай по ссылке под этим видео и записывайся на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция», в котором мы подробно все это и другие темы психологии отношений разбираем. Если это видео было для тебя полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и до встречи в следующих видео. Пока!